Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Девчонки, в этом видео я вам хочу рассказать, как я сделала биотатуаж бровей и ламинирование ресниц. Конечно же, я это сделала не самостоятельно, а посетила мастера. Видео я разделю на две части, чтобы оно было не особо длинным. В одной части я вам расскажу про биотатуаж, а во второй части я расскажу о ламинировании ресниц. Ну и конечно же, в конце каждого видео я поделюсь своими впечатлениями, расскажу, что мне понравилось в этих процедурах, а что мне не понравилось. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Сегодня мы делаем биотатуаж бровей. Что же это такое? Это разновидность стойкого окрашивания бровей, которая проводится специальными красками на основе натуральной хны, без механического повреждения эпидермиса. Для окрашивания бровей используется порошок, приготовленный из высушенных листьев лоусонии. Основное преимущество такого способа окрашивания бровей состоит в том, что для этого используются натуральные компоненты, безопасные для здоровья. В ходе этой процедуры наносится непосредственно на кожу, а не в глубокие слои эпидермиса, как это происходит, к примеру, при перманентном макияже или микроблейдинге. За счет этого сама процедура безболезненна. Также окрашивание хной можно делать беременным женщинам и кормящим мамам. Кроме того, регулярное применение этого природного красителя дает возможность улучшить структуру волос, укрепить луковицу, придать бровям красивую форму. Кому рекомендуется биотатуаж бровей? Я могу сказать, что абсолютно всем, кто хочет сохранить естественную форму бровей, не прибегая к микроблейдингу или перманентному татуажу. Тем, у кого брови асимметричны, у кого возникает необходимость отрастить брови, чтобы в дальнейшем изменить их форму. После окрашивания хной волоски начинают активный рост и результат заметен уже через пару недель. При биотатуаже бровей мастер определяет форму брови, подходящую под ваш тип лица, и подбирает цвет хны. Хна прокрашивает кожу и волоски. Окрашивание может занимать от 10 до 40 минут. Стойкость окрашивания варьируется от 1 до 6 недель. Это зависит от состояния кожи и от ухода за окрашенными бровями. Вся процедура занимает около часа. Сюда входит коррекция, окрашивание хной, укладка бровей специальным гелем и легкий макияж. Цена очень доступная. Использование хны для окрашивания бровей – это не только модная и популярная сегодня процедура. Это возможность легко и без особых проблем подобрать и сохранить естественную форму бровей и подчеркнуть красоту ваших глаз. Ведь кто бы что ни говорил, а брови – это главный элемент. Они меняют лицо. Ну а теперь о плюсах и минусах биотатуажа и о моих впечатлениях. Когда мастер предложила мне сделать биотатуаж бровей, я, честно говоря, очень удивилась. Я сказала, зачем мне биотатуаж бровей? У меня идеальные брови. Они у меня достаточно густые, у меня правильная форма бровей. Мне не нужен биотатуаж. Она мне сказала, давай я тебе сделаю, и ты посмотришь на разницу. И действительно, разница видна невооруженным глазом. Лично для меня есть два неоспоримых плюса. Я считаю, что любая девчонка хотя бы раз в жизни должна попробовать биотатуаж бровей. Почему? Во-первых, брови – это чуть ли не 70% яркости вашего лица. Если есть на лице брови, можно даже не красить ресницы. Накрасил слегка губы, даже блеском. Брови делает все лицо. Но это лично мое мнение. Во-вторых, биотатуаж, то есть правильно прорисованные брови, позволяет вам создать вашу правильную форму. По прорисованным бровям вы уже видите, где нужно удалять брови, волосинки. А где их нужно отпускать? И я знаю огромное количество девчонок, которые спрашивают, «Ой, боже, ну как же мне восстановить свои брови? Как же мне зарастить в нужных местах? Я не могу ходить с неухоженными бровями». Девчонки, биотатуаж – это реальный выход в данной ситуации. Например, я сделала биотатуаж перед поездкой на каникулы, на море. И, конечно же, на море я очень-очень редко крашусь. А так умылся, волосы в пучок, и ты уже с ярким накрашенным лицом. Губы накрасил легким бальзамом, блеском для губ, и все, ты готова. Так что, если вы ищете мастера и выживете в Монреале, то я вам, конечно, рекомендую моего мастера. Координаты вы можете видеть вот здесь. Если вы живете в каком-то другом городе, стране, то, девчонки, найдите своего мастера. И, поверьте, вреда нет никакого, потому что брови красятся хной. Ну вот и все, мои дорогие. Я поделилась с вами своим опытом. Если вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и до следующих видео. Всем пока!